14 января 1992 года были установлены дипломатические отношения между Турцией и Азербайджаном. Посол Турции Джагид Бахчи поделился публикацией в связи с 31-й годовщиной установления дипоотношений «Да здравствует турецко-азербайджанское братство, Шушинская декларация – это конституция наших отношений, которые будут длиться вечно», отметил дипломат. На прямой связи с нашей студией депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков. Расим Малим, добрый день. Здравствуйте, Алим. Расим Малим, итак, годовщина установления, 31-е годовщина установления дипотношений между Турцией и Азербайджаном. Понятно, что обсудить и дать какую-то оценку вот этому 31-летнему периоду в рамках вот такой выпуска новостей будет очень сложно. Но, тем не менее, вот если пунктирно по каким-то основным пройтись событиям, вот этот путь, который прошли Турция и Азербайджан за 31 год, как бы вы его охарактеризовали? И вот посол Турции особо отметил в своем сообщении Шушинскую декларацию. Олег, ну вот посмотрите, в советское время в Баку было консульство Ирана и Ирака, а вот консульство Турции открыть здесь не позволили. Для того, чтобы поехать в Турцию, нужно было, в общем, ну пройти через очень много инстанций, потому что всячески ограничивали не только политических, тогда о политических контактах и речи не было, даже культурное взаимодействие Азербайджана и Турции всячески ограничивалось со стороны центральных советских органов. И только уже когда началась перестройка, здесь открылось консульство Турции, ну и Турция практически буквально через две недели после того, как было объявлено о распаде СССР, трансформировала свое консульство, то есть признание Азербайджана Турция осуществила еще и до того, как СССР формально прекратил свое существование. Но как только, значит, было объявлено о том, что СССР распущен, Турция свое консульство преобразовала, трансформировала в полноценные посольства. Это было первое государство, которое подобный шаг совершил. Ну и за это время, конечно, пройден гигантский путь. Ну, начиная с того, что было разглашено одна нация, два государства, ну сегодня, например, Турция является сегодня первым торгово-экономическим партнером Азербайджана. Азербайджан является сегодня, несмотря на то, что мы среднее государство по своим масштабам, Азербайджан сегодня стал первым зарубежным инвестором в Турции. И в Турции реализованы проекты общим объемом десятки миллиардов долларов со стороны Азербайджана. И это тоже показатель того, что мы, в общем, действуем как практически, ну если не единое государство, но очень тесно связанные экономически с друг другом государства. У нас вместе развивается полноценный военно-промышленный комплекс. Объявлено о том, что к 2025 году азербайджанские вооруженные силы будут настолько интегрированы с турецкими вооруженными силами, что их можно рассматривать как единую армию. У нас полностью идет кооперация во внешней политике. Мы по всем основным вопросам проводим оперативную консультацию турецким с азербайджанским, азербайджанским с турецким и действуем консолидированием. Консолидированы работают наши диаспоры. И я уже не говорю о том, что культурные связи развиваются, человеческие связи развиваются. До 100 тысяч граждан Турции проживают на территории Азербайджана и в еще больших масштабах граждане Азербайджана проживают на территории Турции. И это все позволяет нам намного повысить эффективность нашего взаимодействия, как вовне, так и внутри наших государств. Ну и я не могу не отметить того факта, что Азербайджан и Турция являются мотором тюркской интеграции. Именно Азербайджан и Турция продвигали в начале создания Совета тюркских государств, а сейчас и Организации тюркских государств. И такая консультация, конечно же, укрепляет внешнеполитические позиции и Турции, и Азербайджана. Вот, Расим Малим, вы меня опередили. Я хотел, оттолкнувшись от той информации о том, что не было консульства Турции в Баку. Вы упомянули про консульство Ирака на улицах Агани. Вот, в принципе, эти попытки помешать сотрудничеству, ну, тогда Азербайджанская ССР с Турцией, было ощущение, что руководство Советского Союза, ну, не было ощущение, это действительно было так, оно делало это специально. А вот в рамках Организации тюркских государств сейчас, какие перспективы у этой организации, во что она может вырасти в будущем в плане интеграции всех тюркских народов и тюркоязычных народов? Конечно же, в первую очередь, кооперация. То есть, кооперация турецких и тюркских государств позволяет повышать и экономическую эффективность, и одновременно, ну, противодействовать тем силам, которые хотели бы превратить эти тюркские государства в сферу своих доминирующего влияния. Ну, с такими притязаниями выступает до сих пор Россия. Подобные амбиции есть у Китая. И, в общем, если тюркские государства будут консолидированными, никто не говорит о том, что надо оградиться от России или оградиться от Китая. Но превращаться в вассальные государства, подчиненные этим державам, или превращаться в их эксклюзивную сферу влияния, безусловно, ни одному тюркскому государству подобное не интересно. А с учетом того, что Турция вообще-то экономически входит в 20-ку саморазвитых государств. У него вторая помощь и армия в НАТО. И это позволяет тюркским государствам, новым, независимым, но уже не таким же новым, да, больше 30 лет нашей независимости, опираясь на авторитет, поддержку, возможности Турции, развиваться именно как независимое государство, а не предаток какой-либо из больших держав, которые граничат с тюркскими государствами. Это касается, ну, первыми, вот благодаря такой поддержке, Азербайджан смог, в общем, утвердиться на международной арене, как в экономическом, энергетическом отношении, так и политически, как независимое государство. И вот это, вот такая консолидация, без того, чтобы, ну, скажем, подчинить кого-то друг другу, но оказывать поддержку, вместе развивать военно-промышленный комплекс, энергетический комплекс, транспортный комплекс, это позволяет, безусловно, повышать субъектность, независимость каждого из государств тюркских, которые входят в организацию тюркских государств. Красиво, развитие и успехи военно-промышленного комплекса Турции способствуют интенсификации сотрудничества Турции и государств Средней Азии, например? Конечно, ведь, в общем, если у тебя нет своих вооружений, и ты зависишь от поставок от какого-то другого государства, причем ведь вопрос не только в том, что они тебе продали оружие. Продали оружие, но запасные части к этому оружию, техническое его обслуживание, боеприпасы, они тебя делают зависимым от внешних сил. Турция за годы, последние 30 лет, если раньше она только примерно 20-25% потребностей своих вооруженных сил обеспечивала за счет собственных ресурсов, собственного производства, сейчас Турция фактически вышла уже на уровень 90% обеспечения собственных вооруженных сил и вооружением, и боеприпасами, и техникой. И, в общем, Турция сегодня продает на внешних рынках продукции ВПК больше, чем сегодня импортирует. Конечно же, это придает гораздо больше самостоятельности Турции, в том числе и в проведении своей внешней политики. Зависимость ее, которая существовала прежде от Соединенных Штатов Америки, от европейских поставщиков, снизилась и повышается субъектность Турции в отстаивании собственных интересов. Ну, понятно, что, допустим, чем больше у тебя рынок и чем шире кооперация, тем более твоя продукция становится конкурентоспособной. Ну и я думаю, что Азербайджан, у нас есть определенные финансовые ресурсы. И развивая свой военно-промышленный комплекс кооперацией с Турцией, мы повышаем эффективность вот этого производства и свою самостоятельную субъектность. И если к этому подключаться и Казахстан, и Узбекистан, у нас свой емкий рынок появляется, и, естественно, продукция, которая производится нашим, ну скажем, общим военно-промышленным комплексом, она бывает востребованная и конкурентоспособна на третьих рынках. Поэтому я думаю, что у такой кооперации большая перспектива, и от этого выиграют каждый, исключенный в этот процесс, государство. Расим Алим, я благодарю вас за комментарии. Большое вам спасибо. До свидания. Я напомню, на прямой связи с нашей студией был депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков. Азербайджана Расим Мусабеков